Игорь Саруханов Если мы говорим о Беларуси, значит, тем более мои ближайшие друзья, песниры, просто близкие, которых я безумно люблю, уважаю, и я считаю, что вот они такие, как они. Тем более в Беларуси все должны уметь петь, но прививать вкус можем только мы, люди проверенные, у которых действительно красивая музыка, замечательные шлягеры, уровень культуры очень важен тоже, правописание, я об этом молчу, и так далее. То есть литературный материал, музыкальный материал, и уровень вообще высокий, может быть только в обстановке доверия, это раз, отцов и детей, скажем так, и именно доверие. И только таким образом можно путем передачи знаний, информации и профессионализма высокого. Я хочу проявить молодежи желание почувствовать на себе, что такое, когда шерсть с дыбом стоит от сочетания слов вместе с музыкой. Вот о чем. А не просто высказал, человек начитал, таким голосом начитал, и вот это молодец, он молодец. Но это же, извиняюсь, есть же самовыражение, есть же замечательные, там, не знаю, просто вот понятие звукоизвлечения. Это что, появилась какая-то плеяда ребят, которые сказали, я музыкант. А вы знаете, кто говорит, что он музыкант? Человек, который открыл компьютер и сказал, что он музыкант. Он к музыке вообще никакого отношения не имеет. Ты спроси его, что такое трезвучие, он не скажет. Они нас обходят, они боятся. Людей, которые стоят с пепитером на сцене, с листа читают и играют, могут саккомпанировать. Это другая плеяда людей, которые надеются, что они как-то заместят, замещение произойдет ими нас. Это нереально. Потому что то, чем занимаемся мы, мы занимаемся музыкой настоящей, мы образованы. У нас есть дипломы, нас учили, педагоги, замечательные профессуры и так далее. Это ребята как бы с улицы. Я тоже на улице рос, и что? Я тоже в подъезде играл, но я на гитаре играл. И я учился этой гитаре у учителей, педагогов. Я ходил в музыкальную школу, я тратил свое время. Я не был лентяем, а они ленятся, они берут чью-то работу, вот так вот. И кусками склеивают и говорят, я вчера песню написал. Какой хороший, замечательный грув, там играет только одна бас-гитара. Я видел такого парня. Он так же одет, как я. Но у него грув – это одна бас-гитара и одна бочка. Представляешь, Игорян, сказал он мне. То есть все, остальные инструменты исключают, потому что они требуют внимания, знания, терпения. Вот это надо вычленять к чертовой бабушке, потому что я это не терплю. Лично я как музыкант этой страны и вашей страны, и потому что я музыкант и вашей страны тоже. Потому что у меня здесь поклонники, люди, которые ценят то, чем я занимаюсь. Поэтому, значит, это моя задача, можно, хотите сказать, отцовская, какая угодно. Моя задача – донести этим людям, которые вырастут же завтра. Девочки-то вырастут, пирсинки-то снимут, станут взрослыми, оденут платьице, начнут разбираться, что такое фэшн, я не знаю, или вообще хорошая одежда с хорошим вкусом встретятся. Так что придется слушать хорошую музыку. У меня есть песня, совсем недавно я написал ее, она сейчас будет скоро выпущена. Называется «Вот же ты попала, детка моя, с любимым без романтики. Все роли ты сыграла, детка моя, сыграла словно в фантике. Как ты можешь, не любя, заставлять саму себя черный кофе подавать в постель? Там с нелюбимым тянешь-ка не теле, вот на эту тему». И там дальше есть слова «Вдруг тебя он вычислит, или кто-нибудь спалит, или ты сама». Все может быть. То есть слова иногда где-то какие-то палево спалить, там, туса, помню, как тусили до утра. В это время романтической была наша игра и не игра. Это новый хит, который вышел сейчас, называется «Не зови». Там есть слова, которыми они пользуются. И я пользуюсь. Я же тоже ими пользуюсь, поэтому я... Почему я должен себя останавливать? О, это не литературно. Это сегодня литературно. Ну, просто нельзя ненормативно петь. Она так танцевала, и знаки мне рукой подавала. А я коснулся той руки, сомнением вопреки очаровала. У нас много. Дальше большая плеяда артистов. Алексей Чумаков, например. Вот просто, да, это мой очень близкий мне. Он как сын мне. Мы родились с ним в одном городе. Вот показатель, как надо относиться к музыке, что такое музыкант. Вот это Чумаков, музыкант. Я не хочу обидеть всех остальных, потому что а студио, там, Сосо Павляшвили и так далее, это огромная плеяда. Супер. Леня Агутин, вообще, Пресняков, мои братья просто, да, по оружию, скажем так, по цеху. Вот у кого надо учиться и смотреть. А ты так можешь? Я же смотрел, чем занимается Юрий Михайлович Антонов, Стинг, Лед Зеппелин, да. Я у них брал пример и учился на гитаре играть, петь, звукоизвлечением заниматься, артикуляцией и так далее, и так далее, и так далее. Вот я у них учился, потому что музыкальные школы этого не давали. Поэтому Блэкмор мне показывал, как надо играть на гитаре. Джимми Пэй, Джимми Хендрикс, там, Битлз и так далее. А Юрий Михайлович Антонов показывал, как надо подбирать литературный материал, как надо исполнять произведения. Это же вообще, это же великая вещь. А как Пугачёва исполняет? Это целая наука и школа. К сожалению, она уходит вместе с нами, с такими, как мы. И кто их будет учить? Парень с соседнего двора, который лучше читает, чем тот, который не читает, блин, понимаешь? Вот это, что это? Это Гарлен, вот это. Понимаете, это американский заброшенный район, куда нельзя попадать. И вот эти вот жестикуляции-то оттуда. Это не наше. Я отбил взрослые чистые рано, А вот сейчас мы убежали. Как хочу к тебе прижаться, мама. И папе тайны рассказать, Тайны рассказать. Вы простите, Неразлуки грештать, Время закрутило, Занесло. Пуск рано. Важна в любовь и нежна, А не из текста моего, Текста моего. Музыка. Она не говорит здравствуй, Не стучит мне в голову, Я самая крутая, Верь мне, Давай со мной, Меня разрабатывай. Нет. Она появляется в голове. Есть некий опыт, Который мне позволяет сказать, Да, Понравится ли это какому-то числу людей? Ну, опыт колоссальный, Ну, 40 лет я занимаюсь, Это, может быть, Не по адресу вопрос, Потому что у меня 40-летие Творческой деятельности, Да, Я там, Северный советский композитор, Писатель России и так далее. То есть я, как бы, Такой уже, Вот, прям сформировавшийся И готовый поделиться. То есть если задать вопрос, Как послушать мои песни, Которых очень много, Ну, больше 50 хитов, Почти себе представить, Что это такое? Это я, может быть, Может, даже 60. Поэтому, ну, вот, Это признанные народом, Не мной, да? Значит, я могу совершенно спокойно, Не стесняясь, Без ложной скромности сказать, Посмотрите, вот это признанное народом, И обратите внимание, Может быть, Вы там найдете что-то для себя. Сейчас я читаю словарь. Потому что надо... Да, вот, Ожегова. Мне очень нравится. Мне очень нравится... Сейчас, как говорю, Стихи Пухтина, 1874 год. «Будьте счастливы, без жалоб, без упрёка». Это я специально, Не для того, чтобы использовать Бескопарную лексику, А просто хоть не тупеть, Потому что я уже начинаю тупеть, Понимаете? Потому что я слышу. Поэтому это как-то мне помогает Оставаться в той форме, В которой меня ввела, например, моя мама. Русский язык, литература, Эстетика, психология. В старших классах педагогом была. Учила меня пунктуации, Правописание, Где ставятся запятые, Где нет. У нас сейчас запятые же не ставятся нигде. Даже точку и то не ставят. Вместо точки у нас смайлик. Понимаете? Вот куда мы... Я поэтому своей дочке говорю, Так, а ты что такое-то написала? Напиши правильно. Да, напиши, но напиши правильно. Когда жена сказала, что она беременна. Долгожданно было это очень. Их было, конечно, много. Я понимаю, о чем вы говорите. Это... Это... В быстрый вечер был очень счастливым. Я очень пьяный пришел домой. Я не знал, как меня отрезветь. Как же мне отрезветь-то? Я ходил вокруг дома, Дышал воздухом. В общем, а мама не спала. Папа-то спал уже. Но... И когда я вот так еле-еле Зашел ночью, И только стал снимать ботинки, Мама из Испании говорит, Игорек, зайди там, покушай на кухню. Ну, какие еще слова мама может сказать? Она не вышла. И не... Не дал... Ну, то есть она меня не поставила В неловкое положение. Вот это я помню. Я взрослый, да? И я говорю, какая мама, молодец. Она меня не опозорила. Меня в моих глазах. Она понимала. Она просто знала, Что будет так? Вот будет так. Но будет в меру, она знала. И этой меры она добилась лично. Приятно было, Когда первый раз Я создал группу в школе. И я начинал понимать, Что меня любят все девчонки в школе. Вот. Я был в восьмом классе. А она в десятом. О, как было. Ну, что еще? Потом я сам появился. Я сделал собственную группу. Ну, вместе с моими друзьями группу Круг. И написал Каракун. Позади крутой поворот. Когда Анни Вески заняла первую премию в Сопоте, Я был очень счастлив. Это было счастье, Когда тебя на весь мир объявили музыку такого-то, Слова такого-то. Выступай. Там, позади крутой поворот, Исполняет Анни Вески. Первая премия в Сопоте. Мамма миа. Мама звонит Игорек. Ты видел? А все видели. А видели абсолютно все. Потому что все пришли с работы И в девять часов, Там, в десять после программы Время. Все, вся страна Включила свои телевизоры И услышала мою песню. Вот так. Это было счастье. Хотел бы, чтобы Моя детская вот эта мечта Быть популярным, известным, Такая, ну, понимаете, да? Все, оставаться. Вот не заканчивалось, чтобы это. Потому что это наркотик Самый-самый-самый крутой, Какой только бывает вообще в мире. Все наркотики мира, Они просто рядом не стоят По сравнению с музыкой. Вот. И я вот Лешке говорю все время, Вот Алексей Михайлович, Мой продюсер и директор. Я ему говорю, Леша, Это же невозможно. Как я люблю. Я сегодня в поезде сказал, Как я люблю ездить на гастроли. Я хочу, вот моя мечта, Чтобы это не прекращалось. Ну, и, конечно, чтобы мои дети Меня радовали. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok